Добрый день, меня зовут Алла Цих, я являюсь членом SSA с 2015 года, я работаю руководителем службы compliance группы Kiwi. Меня зовут Оксана Ласевская, я являюсь партнером собственной компании SEL Partners, членом глобального совета SSA, SSA Council. Оксана, что такое совет, либо council, как правильно? Ухо не совсем привыкло к слову council, на самом деле это древнее слово, идущее еще в римские времена, это был обычный совет, который является главным. Это аналог совета директоров, это тот орган, который принимает стратегические решения и одобряет решения менеджмента на стратегическом уровне. Что ты знаешь про совет? Про совет я знаю, что это выборный орган, что очень сложно туда попасть, нужно собрать очень много голосов, я тебя с этим поздравляю, я видела, следила за твоей выборной программой, горжусь, что тоже принимала в этом участие, и я думаю, что совет устанавливает, как любой совет директоров, занимается выработкой стратегии и генерирует некий такой план по активностям всего SSA. Сколько человек входит в совет? Сейчас входит 40 человек, включая президента, это люди-представители из разных стран, я посчитала, по моим подсчетам, получается где-то порядка 16-17 стран. Как часто вы проводите совещания онлайн или как это происходит? Сейчас все мероприятия проводятся онлайн три раза в год, у нас уже одно было в марте месяце, будет следующее, ну и, соответственно, в конце года будет еще одно. Чем тебя вдохновляет работа в совете? Мне больше всего нравится то, что это идет взаимодействие между людьми, к тому же это люди, которые достигли высоких уровней в плане своей карьеры, карьерной лестницы, люди, которые хотят отдавать, которые были очень долгое время с SSA, как члены это обычно SSA, и они это делают с большим удовольствием и совершенно бесплатно. Как идет трансляция решений, принятых на совете в региональные подразделения или в такие вот офисы, как SSA и Россия? Совет — это не управляющая организация, не орган, который управляет текущими делами, операционными делами организации. Это тот уровень, на котором принимаются стратегические решения на глобальном уровне. То же самое, как мы говорим, аналог совета директоров, для того, чтобы это было более понятно. Ксана, а в чем разница между органом управления и советом SSA? Управляющий орган принимает операционные решения, он выполняет решения, которые были приняты на уровне канцл. То есть если управляющий орган — это сотрудники SSA, которые получают зарплату, и они выполняют текущую работу, если нужно необходимо принимать какие-то стратегические решения дальнейшие, которые влияют на организацию, они выносятся на совет, и совет уже принимает решения по этим пунктам, по этим вопросам. Совет — это люди, которые не платят зарплату, это не сотрудники SSA, это люди, которые работают в каких-то своих, либо в своих компаниях, либо в других организациях. Они на voluntary basis посвящают свое время для того, чтобы взаимодействовать с SSA и чтобы от лица членов SSA представлять их интересы. Да, спасибо. Теперь более понятно и прозрачно. Скажи, пожалуйста, каждый ли член SSA может быть выбран в совет? Абсолютно любой член SSA может быть выбран в совет. Если сравнивать, опять же, проводить аналогию с корпорацией, с компанией, то мы прекрасно понимаем, что любой акционер, он может, по сути дела, попасть в совет директоров. То же самое SSA. Можешь ли ты дать какие-то рекомендации, какие факторы успеха, чтобы успешно пройти выборы в совет? Совет простой. Нужно коммуницировать, нужно посвящать свое время SSA и планировать заранее. То есть, если вы хотите попасть в глобальный совет, вас должны узнавать люди, вас должны узнавать члены SSA. И не только в вашей стране, они должны узнавать вас в Малайзии, в Сингапуре, в Пакистане, потому что за вас будут голосовать люди со всех стран мира. В данном случае, если вы хотите, чтобы повысился ваш персональный бренд, если это можно так назвать, то вы должны продвигать бренд SSA. Скажи, пожалуйста, если взять твое время, сколько ты времени тратишь на активности в рамках деятельности совета? И как ты успеваешь все это сделать? На самом деле я трачу достаточно много времени, как это может быть прозвучит. Но это мой выбор, мне это нравится. Потому что я не только трачу время на сам совет, как таковой. Я веду еще SSA Club в Фейсбуке, где у нас достаточно много членов SSA и вообще финансистов. И я своей целью поставила то, чтобы доносить на людей знания и просвещать их. Мне действительно очень сильно нравится, потому что я вижу, что люди возвращаются и благодарят. Я получаю сама для себя большое благо, потому что мой уровень растет. Если напрямую говорить, то процентов 20 на свое время я трачу на SSA. Спасибо большое, Оксана. Я думаю, что твой опыт, твоя экспертиза и твое вдохновение, то, что ты черпаешь из активности SSA и совета, будет, наверное, ярким примером для многих членов SSA, которые в будущем смогут быть избраны в совет. Оксана, расскажи, пожалуйста, на какой срок выбираются члены канцела? Консулат выбирается на три года. Можно выбираться на три срока максимальное количество. В принципе, можешь выбраться на три года. Потом, если человек, например, устал, у него какие-то свои появились дела, жизнь меняется, человек может сделать перерывы, переизбираться уже не обязательно, а следующий год может перебраться через год или еще как-нибудь. На самом деле, это очень интересная работа. И, насколько я знаю, люди, которые попадают, которые втягиваются в это общение, в глобальное международное общение, они остаются, ну, если есть возможность, конечно, если их переизбирают, они с удовольствием продолжают работать на благо SSA и делиться своими знаниями, делиться своим опытом. Оксана, а кто сейчас является президентом канцела? Президентом SSA является Марк Миллер. Он к тому же, да, он возглавляет еще канцел и ведет все совещания. То есть это человек, к которому можно, по сути дела, тоже обратиться, мне кажется, любой член SSA может к нему обратиться. Он очень активен и в социал-медиа, и потрясающе интересный человек, с ним интересно общаться, он очень много знает и болеет всей своей душой за SSA, за ее развитие. Алла, я хотела бы задать вопросы со своей стороны. Конечно. Я очень много слышу про МАК, что это такое? Сейчас МАК – это новый термин, Member Advisory Committee, это по прошлому наименованию консультативный совет SSA. Этот орган выбрался полтора года назад, туда вошли 20 членов SSA на выборной основе, выбирал, причем, насколько я знаю, офис SSA Россия. То есть были так называемые аппликанты, те, кто подавал заявление, доказывали или рассказывали про себя, про свою миссию, чем они хотят заняться и как они видят свою пользу для развития сообщества SSA в России и квалификации SSA в России. И, например, мое эссе было посвящено в том числе кодексу этики, то есть развитию этических принципов, развитию всевозможных навыков и практики в сообществе, то, чего нам не хватает. Мы с тобой много раз эту тему обсуждали. И я тебе благодарна за то, что в том числе мы проводили множество мероприятий SSA, в том числе в прошлом году, и участие в этическом марафоне, и всевозможные вебинары с коллегами из Казахстана, с коллегами из Малайзии, с Греции. То есть это было глобальное такое действие, которое произвело, я думаю, что хороший эффект, положительный эффект на всех членов SSA. Надеюсь. Я уверена в этом. На самом деле, я думаю, что в этом году появится возможность возобновить и сделать что-нибудь подобное. Думаю так. Потому что это ежегодное мероприятие, и оно действительно очень интересно, потому что оно проходит, скажем так, во всех странах мира практически параллельно. Какие у вас планы? Что вы планируете делать в рамках МАК? В рамках работы МАК мы сейчас разбились на проекты. У нас есть несколько направлений. Это и коммуникация с университетами, участие членов SSA и членов МАК в мероприятиях и в лекциях в университетах. В том числе на прошлой неделе я в высшей школе экономики рассказывала про построение системы внутренних контролей в соответствии с законом Сарбейнс-Окселе, например. И прямо есть целый план активности по направлениям, по тем университетам, которые имеют аккредитацию, SSA в том числе. А затем у нас есть такая группа, как Governance Relations. Это самый сложный наш проект сейчас, потому что взаимодействие с Минфином, или с ФНС, или с Центробанком, или с другими государственными органами, либо приближенными к ним организациями, к сожалению, в России еще не так известна, не так позиционирована сертификация SSA, как и за рубежом, как мы с тобой знаем. И в этом направлении потребуется еще огромная работа, чтобы выйти на какой-то уровень, чтобы сертификация SSA была признана в России примерно в сопоставлении так, как это сделано в Малайзии, например, или в Австралии. Мы прекрасно знаем, что там стандарты по МСФО, они общепризнаны на государственном уровне и развиваются. Чем МАК вообще в данном случае помогает вообще в принципе? Вы взаимодействуете как-то с локальным офисом, или вот свою делать какую-то программу отдельно взятую? И как можно попасть в МАК? Фокус работы МАК в этом году на то, что мы работаем совместно, безусловно совместно с офисом SSA России, мы являемся помощниками сотрудников и наших дорогих коллег из офиса SSA России по всем их направлениям и публикации в СМИ, и развитию SSA бренда, и развитию студенческих программ университетских, и развитию учебных центров, по всем возможным направлениям мы стараемся в соответствии с запросом от офиса SSA России строить свои планы работы. Мы в этом году попробовали сделать короткий цикл. У нас до следующего выборного периода, до августа, всего несколько месяцев. Мы разбили эти несколько месяцев на два этапа. Мы построили планирование по принципу agile, то есть по запросу, и в соответствии с нашими ресурсами. То есть вот сейчас как раз у нас в каждом проекте, так называемый, выбран лидер, team lead, и team lead проводят совещания, или, так сказать, рабочие встречи, звонки с участниками проекта, вырабатывают свои планы, и идет синхронизация со стратегией SSA, которая разработана 2021-2025 год, с активностями и с планами офиса SSA России, и идет синхронизация активностей участников МАК. То есть мы проводим синхронизацию для того, чтобы принести наибольшую пользу по тем стратегическим направлениям, которые заявлены для офиса SSA России. Взаимодействует МАК как-то с другими офисами? У нас есть план по взаимодействию с Казахстаном, с коллегами из Казахстана. Мы ждем результаты исследования по Z-поколению, по развитию Z-поколения, что фокусно и интересно для Z-поколения. Это планируется где-то в мае, и затем мы будем планировать наш общий воркшоп с коллегами из Казахстана в этом направлении. Конечно, нам было бы интересно еще несколько воркшопов провести, в том числе мы с Татьяной Герасенко обсудили как раз тему. Рада с тобой поделиться. Возможно, мы попросим твоего содействия в организации воркшопа с коллегами из Малайзии, чтобы коллеги поделились с нами своим опытом взаимодействия с governance в ВАДе. Они с удовольствием делятся своим опытом, потому что там действительно, если брать, например, если взять Сингапур, в СССР, там уже более 40 лет, Гонконг, то есть это те страны, в которых СССР присутствует не одно десятилетие, естественно, у них огромный накоплен опыт. Было бы очень интересно, мне идея очень нравится. Оксана, спасибо тебе большое за выделенное время, за столь подробное раскрытие такой интересной информации. Возможно, часть информации была новой для членов СССР. И, надеюсь, до новых встреч. Алла, большое спасибо. Я тоже была очень рада видеть. И надеюсь, что мы будем продолжить эти беседы и будем рассказывать, что происходит в СССР и какие возможности открываются перед членами СССР.